Здравствуйте! Я к вам с очередной распаковочкой. И, как всегда, вначале о каком-нибудь интересном комментарии пока открываю. Вот прям сегодня к видео комментарий был прикреплен, где я вот эту вот досочку для разморозки показывала вам. Ну, вот буквально на днях. И сегодня какое-то оно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так называется, написала или написала. Не мешай мне снимать видео, мяу. Чё ты такая ехидная? Я ехидная. Нельзя с людьми нормально разговаривать? А чё я там такое плохое сказала? Вообще не знаю. Вот так вот. Ехидная я. Ну и ладно. А ведь смотреть она будет и это видео. Это я гарантирую. Всё. Ой, смотрите, сколько у меня интересных вещей в этой посылке. Кстати, вот эту вот досочку для разморозки мы будем тестировать с мужем, когда вернёмся с отпуска. Потерпите чуть-чуть. Да, Сашуль? Да. Говорила, что бриллианты буду вначале. Всё. Сказано, сделано. Снимай поближе. А то люди не успевают рассмотреть, пишут мне. Так что давай-ка, камероман. Смотри, какое шикарное кольцо. Ну чё, царица. Вот оно смотрится красиво. Оно не смотрится, как бижутерия, бижутерия. И очень много вопросов, темнеет или нет. Пишут, что хорошая бижутерия. Но это же бижутерия. Когда-то она потемнеет. Поэтому сейчас в отпуске я их буду одевать. И потом посмотрю, как долго они у меня будут держать свой блеск. А это многофункциональная щётка для чистки обуви. И я её буду сейчас тестировать. Вот сюда. Мне надо налить мыло. Да любое вообще. Закрываю. А дальше я не знаю, как она будет работать. Сейчас посмотрим. Вода. Щётка. Грязная обувь. Где их так затаскало? И вот так она должна работать. Вот сюда надо нажимать. И здесь будет мыло где-то. О, да. Вот тут мыло. О, сейчас покажу. Вот видно мыло. Так. Сейчас ещё. О, пенится. О, результат есть. Чистенькие. Стоила она там копеечки. Совсем недорого. Поэтому я и решила, думаю, попробую. Иногда бывает нужно быстренько что-то там из обуви почистить. А это какие-то грязные. Странно где-то я такую грязь нашла, а. Так что, Сашенька, теперь будешь свою обувь сам чистить. Не царское это дело. Надо было на моей протестировать. Как говорится, в хозяйстве всё пригодится. Одобрена вещь. За эту цену сто процентов одобрена. Так, что тут у меня? Это носочки. Носки для профессионального марафонского бега. С амортизирующей подошвой. Вот это. Какие они? Потрогай, Саша. Какие меленькие. Потрогай. Вот в них я и буду бегать. Правильно? Правильно. А ты на чужой кусок не разевай роток. Для меня, для Себы. А вот это мне просто случайно попалось и стало интересно. Я уверена, что люди уже этим пользуются. Но я это не встречала. Сейчас пойдём экспериментировать. Это мешочек для приготовления овощей в микроволле. Например, картошка, свекла, морковь. А я сейчас в ней приготовлю картофель. Ну, тут что-то тут написано на английском. Пока я тут вот это умное чудо перевёл, что тут написано. В общем, так. Стоит, что на 4 минуты надо. Примерно 4 картофели на среднего размера на 4 минуты. А я, когда смотрела эти отзывы, там кто-то написал на 600 ватт. Ватт, я правильно сказала? В микроволле. 6 минут. Вот я теперь не знаю, кому верить. Может, на 4 на полную? На 1200? Сейчас посмотрим. Вот. Теперь тут предупреждают, чего нельзя и так далее. Подобное, что нельзя без продуктов её в микроволле. Что её аккуратно надо, она горячая потом брать, да? Вытаскивать и так далее и тому подобное. Будем технику безопасности обязательно соблюдать. Гляну, что. Вот скажи мне, чего в ней такого, чего она, я не знаю. Обыкновенный для меня мешочек мягкий. Пойдёмте на кухню. Я взяла две картофелины. Укладываю я их сюда. Пакую. Не надо. Я, наверное. И у меня стоит максимально. Делаю 4 минуты. Ждёмся. Я приготовилась. Технику безопасности буду соблюдать. И картошка варёная пахнет, да, в мундирах? Опачки. Ну что, попробуем. Открываем. Доставаем. Ну, тёплая, но не горячая. Но всё равно надо быть аккуратней, да? Картошка-то надо быть горячая. А это ничего так пойдёт. Потому что она ещё сырая. А! Смотри. Смотри. Вот, смотри, как будто варёная. Так, погоди-ка, погоди-ка. Ножом её попробую. Сейчас, 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 сейчас. Не, на проверитель селёдки, да? Она, на... А ну-ка. Она реально приготовилась? Она реально приготовилась. Я, правда, никогда в микроволе не готовила. Вообще не люблю в микроволе что-нибудь готовить. Но иногда бывает на крошку, да, Саш, надо быстро приготовить что-то. Там на винегрет. Ну, свекла. Ну, добавлю её на свеклу ещё минутку-другую. Морковку и того меньше. Пробуем. Ну, как же я люблю делать распаковки. А ещё больше я люблю делать тесты. Видите, какой подход к делу-то? Соль себе принесла. Чё-то облизываешься, сидишь. Ну, там сало в половинке. Сало. Ладно, вот это мне, а вот это тебе. Смотрите, правда, она рассыпчатая. Ну, опять же, да? Это картофель рассыпчатых сортов. Готовится быстро. Может быть, твёрдых сортов нужно ещё минуточку добавить. Я сейчас попробую. А эта картошка такая вкусная. Ой. Горячая. Готовая. И вкусная. Так, смотри. Обалдеть. Хочешь попробовать? Правильно. Нам такие люди по зарез нужны. Которые не хотят. Пять из пяти. Кстати, они разных размеров там, да? Смотрите по размерам, если кто будет заказывать. Тут ещё стоит. Что жирные продукты никакие в них, в этой мешочке не готовятся. Так что только вот такое. Я буду использовать только для овощей. Приготовления овощей. Приятного мне аппетита. Подкрепилась? Могу дальше распаковывать. А вот это крема. Увлажняющий. Разглаживающий. Крем для лица. Кровь дракона. Чего ты улыбаешься? Какого? Сейчас мы меня и разгладим. Я ещё тут дракон, да? Так, я после прошлого раза у меня одной морщины нет. Ой, вот вы знаете. Ну, маты на лбу вообще нет. Что, даже прерывистая линия затянулась. Да. Кстати, именно, именно вот такой. По-моему, распродан. Именно вот такая упаковочка. Но, они есть в других упаковках. Я смотрела. Поэтому, если вы будете искать, там много чего найдёте. У меня раз, крем, два, крем. Поэтому, я буду сейчас вот так. Одну фейс вот этим, а другой фейс вот этим. Отставляем в стороночку. И открываем вот этот. А это? Мама дракон. Мама дракона, это я. А это? Саша. Увлажняющий крем на верблюжьем молоке. Вот представляешь? Я пол лица драконом буду мазать, а половину буду верблюжьим молоком. Какая красота-то будет? Там написано кактус. Сам ты кактус. Ты что, верблюда не видишь? Ну, верблюда вижу. Ну, какой кактус-то? Верблюжье молоко с кактусом. Вот тебе обязательно надо было залезть и поумничать. Теперь что, я должна читать, что ли? В описании про кактус ничего не говорили. Ну, и пусть кактус. Это же лучше ещё даже, если там и молоко верблюжье, и кактус, и всё в одном. Вот ведь взял дотошный-то такой и перевёл. Правда. С верблюжьим молоком и кактусом. Молодец, Саша. Начинаем тест. Моё зеркальце. А ну-ка, дай-ка я себя... А, кстати, я свои ушки зайчи, вот это, да, я их с собой увезу туда. Там тоже должна быть красавица в отпуске. Я себе новые закажу. Другие ушки для дома. А пока сделаю так. Никакого запаха нет. Просто обыкновенный, нейтральный, да? Крем-крем. Особенного запаха нет. Ну, по крайней мере, я не могу сказать, что он неприятный. Сейчас я... Странный какой-то. Смотрите, как крупинками. И чё-то красное вот. Чё это? Блин, кровь дракона. И правую сторону. Очёчки снимаем. Ой. Это морщины, кстати, не разглаживай, чтобы не болтал. Это... Это вообще... Это увлажняющий крем. Вот, смотри. Пол фейса намажем. Ой. Ой. Чё красивее становлюсь? Саняк? Или шо не очень? Не забывайте шею и зону декольте. Вот так вот наносить крем. Смотри. И чё молчишь-то? В шоке, что ли? Вот такой красоты. Слушайте. А лицо? Это светлее, да? Кожа на этой стороне от крема. Многовато, наверное, взяла. Её надо чуть-чуть. Он, видно, хорошо увлажняет. Он прямо вот... Я не знаю, как долго он впитывается. Но он такой, да. Смотрите. Мягкая кожа такая стала. Ну, я же у тебя должна быть молодая. Ну, кто-то, по-моему, тоже писал, что это хороший крем. Мне уже писали люди. Мерси. Самое главное, верблюдом не воняет. Вообще-то, он тоже нейтральный, да? Ну, понюхай. Ничем тоже, никакого неприятного запаха, парфюмерного запаха тоже нет. Поэтому сейчас я верблюжьим молоком намажусь. Так. Этот немножечко по-другому наносится. Он не такой жирный. Представляешь, мне сейчас пол лица будет так, пол лица так. Очень приятный. Мне кажется, и про этот крем кто-то писал. Я даже ручки намажу. Хорошие крема, правда. Я не знаю, какой будет эффект. Чтобы эффект видеть, нужно пользоваться. От одного раза не увидишь. Но сколько мне люди пишут, люди просто от этих кремов в восторге. Но я все-таки бы сделала бы предупреждение. Прежде чем наносить крем на лицо, попробуйте все-таки на руке где-нибудь на вот таких местах. И подождите там минут 10. Если покраснение будет, вдруг аллергия. Поэтому, чтобы сразу на лицо не намазать. Крема хорошие. И вообще посылка эта мне очень понравилась. Очень удачная, хорошая, маленькая посылочка. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, какими кремами вы пользуетесь. Может быть, кто-то что-то себе закажет из того, что вы порекомендуете. А на сегодня все. До следующей распаковочки. Всех целую. Всем крепкого здоровья. И девоньки, омолаживайтесь. Чтобы вот они нас любили. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok